Привет все любители спорта! Мы продолжаем готовиться к универсиаде 2023 года и один из видов спорта это волейбол! И о всех тонкостях этой игры нам расскажет мастер спорта, участница универсиады в Неаполе и спортсменка-волейболистка команды «Уралочка» Екатерина Евдокимова. Ну что, пойдем мучить ее вопросами. Малыш, а тебе чего? А я к маме, на работу. Тьфу ты! И первый вопрос. С какого роста можно точно претендовать на место в команде, в сборной, допустим, Екатеринбурга или в команде «Уралочка»? Рост особо не важен, но нападающие, конечно, должны быть высокие. Это 1,89-1,95, ближе к 2 метрам. Либера – это маленькие обычно и связки тоже 1,70-1,80, вот так вот. Слушай, вот наверняка это всех интересует, кто смотрит волейбол, кто болеет за наших девчонок. Вы каждый раз, когда забиваете, вы постоянно друг друга охлопываете. Что это такое? Что это за такой символический танец победы? На самом деле мы просто, когда забиваем, мы очень радуемся друг за друга. Это эмоции переполняет. Мы всегда собираемся в круг, друг друга по попке шлепаем. Поэтому я болею за женский волейбол. Скажи, пожалуйста, еще вот такой момент, такой вопрос. Какие это основные правила, чтобы можно было поиграть в кругу друзей? Допустим, снять спортзал и поиграть. Что нужно знать? Я думаю, что это главное, что не касается сетки, правильно ходить в расстановке. И все, в принципе, это самые основные правила. Скажи, насколько ты прыгаешь? Насколько высоко? Вот максимум ты замеряла? Ну, по крайней мере, года три назад это было 50-60 сантиметров от пола. Ну, я думаю, что девочки это, в принципе, невысоко прыгают, потому что обычно мальчики там сигают по метру. 50 сантиметров от пола, это же мой рост в 15 лет. Ну, я сейчас попрошу Екатерину нам показать, как правильно принимать вот на кулачки мяч, как правильно подавать, чтобы не вывикнуть себе кисть и потом ходить, хвастаться всем, как будто бы ты дрался с семирами. Давайте, накиньте мне мяч. Готово? Да, да, да. Замедленный повтор. Мяч летит, 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 летит. Принимаем на предплечье. Только так и никак иначе. Ну, а сейчас вопрос, который волнует наверняка всех домохозяек, как правильно встречать своего мужа, который опоздал после работы домой. Но будем всем рассказывать, что это мы разбираем подачу для волейбола. Катя, покажи, как правильно подавать мяч. Мяч держим в левой руке, плечо отводим, подкидываем мяч и нападаем. Берем его в высшей точке. Конечно, все знают, что на хоккее кричат, болея шайбу, шайбу. На шахматном турнире ферзя, ферзя. Ну, а что кричат на волейболе, мы узнаем у Екатерины. Катя, что кричат обычно, когда болеют за вас, поддерживают? Чаще всего, когда мы играем, у нас кричат эйс, это когда идет подача. Потому что основное, когда идет уже розыгрыш, ты не успеваешь что-то кричать. И они просто уже болеют. И когда ты забил, они просто кричат. Ну, бывает кричат фамилии, но чаще всего вот это эйс. Уралочки особых кричалок нету, потому что люди как-то об этом не задумываются и не придумывают. Но болельщики у нас очень хорошие в Екатеринбурге. Уважаемые хорошие болельщики Екатеринбурга, вам срочное домашнее задание. До 2023 года придумайте крутую кричалку для Уралочки.